В прошлом году начался капитальный ремонт травматологического пункта детской больницы. Здесь обновлен рентген-кабинет, сделана перепланировка помещений. Теперь врачи смогут разграничивать потоки пациентов, экстренных и плановых. Это, в свою очередь, улучшит качество и своевременность оказания медицинской помощи. Все в один кабинет шли. Конечно же, это создавало очередь. Сейчас мы видим, что планируется и разделение потоков. И, наконец-то, на первом этаже, и это вообще очень замечательно и правильно, будут делать рентген. Очень замечательно, что слышат пожелания родителей, когда делают ремонт в таких детских лечебных учреждениях. Деньги на ремонт помещений под оборудование и двух отделений больницы, а также на замену двух лифтов, выделила ПАО «Акрон». До конца марта работы должны быть завершены полностью, в том числе и переоборудованы регистратура и холл. Обустроен тамбур для перехода в основное здание больницы. Губернатору рассказали, что полноценный прием маленьких пациентов в новых помещениях заработает в апреле. После посещения детской областной клиники Андрей Никитин отправился в областную больницу в Колмове, где вскоре начнет функционировать новое операционное с современным оборудованием для лечения болезней системы кровообращения. Я считаю, что одна из задач, которую мы в ближайшую пятилетку должны решить, это существенно изменить ситуацию с кардиологическими заболеваниями в области. Это, наверное, главный вызов для здравоохранения. Он решается и техникой, и организацией системной работы, и, может быть, переструктурированием самослужбы, чтобы она была с таким четким едином управлением. На втором этаже установлен новый ангиограф. Он станет важным дополнением к уже имеющемуся оборудованию. Таким образом, потребность региона в вопросах лечения болезней сердца и сосудов будет закрыта полностью. Еще одну новую операционную планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле. В ней установлен современный аппарат «Литотриптер». Он незаменим в лечении пациентов, страдающих мочекаменной болезнью. Год назад врачи больницы обратились к губернатору с просьбой приобрести это оборудование, и теперь оно у них появилось. Да, большой поток пациентов. У нас же эндемическая область по мочекаменной болезни. Там 30-35% всех, кто к нам поступает, это именно мочекаменная болезнь. Многих оперируют в первые-вторые сутки. Сам стол – это отдельное инженерное чудо. Он позволяет многие вещи делать. Во-первых, масса пациентов. Это теперь у нас, возможно, больше, которое мы можем выкладывать. До этого максимум был 135 кг. Мы обычно больше 125 не клали, но учитывая, что может сломаться. Сейчас, соответственно, до 180 кг. Ожидается, что в новые операционные будут проводиться дополнительно до 1000 операций в год. Анна Вихрова, Максим Лебедев. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости